какой опыт или навыки вы имели в детстве но потеряли их когда повзрослели я мог играть видеоигры часами теперь же мне нужно заставлять себя пройти какие-либо этапы или уровни мне кажется быть ребенком само по себе было умением но сейчас в 16 лет я чувствую себя преждевременно взрослым теряя все то детство которое мне нравилось встречаться с новыми людьми стало немного неловко потому что люди предполагают что я иду на работу когда на самом деле я еще учусь в школе для меня это энергия раньше я мог пройти много километров пешком бегать целый день играя с друзьями а сейчас мне 30 к тому же у меня астма и мое тело говорит нет и такие расстояния и пробежки для меня просто непреодолимы в настоящее время в детстве я мог прочесть за короткое время любую детскую книгу не отрываясь от начала до конца а сейчас я слишком часто отвлекаюсь и мне нужны недели чтобы дочитать книгу которая заняла бы у меня всего один или два дня когда мне было 12 лет раньше я мог увлекаться такими занятиями как чтение рисование строить что-нибудь из конструктора наслаждаясь этим часами а то и целыми днями сейчас же трудно даже досмотреть фильм до конца либо кто нибудь позвонит и придется пропустить полчаса фильма или вообще могу уснуть в процессе из-за усталости после рабочего дня способность разговаривать с девушками у меня было очень много подруг когда я был подростком я легко находил общий язык с противоположным полом а в настоящее время если ты пытаешься завязать разговор с девушкой то она думает что ты ее клеишь или что-то в этом роде кататься на скейтборде по улицам я делал это в течение восьми лет ежедневно буквально не расставался с доской прошло уже 30 лет с того момента молодости я ни разу больше не прокатился за это время танцы я неплохо танцевал брейк-данс но когда я вырос я стал стеснительным и потерял способность к этому со временем конечно я потерял большую часть стеснительности но танцевать уже не получается у меня на полу в спальне было волшебное место куда я мог выбросить всю свою грязную одежду на следующий день вещи пропадали с пола и оказывались в моем шкафу чистые и аккуратно сложены я не знаю потерял ли я этот навык или что-то не так с моей комнатой сейчас но после того как я стал жить отдельно от родителей где бы я не бросил свою одежду она просто остается там на полу затем неохотно собираю свои вещи и стираю их сам в детстве мы с ребятами могли залезть на любое дерево и играли на них в догонялки сейчас я например не в силах оторвать мое толстое тело даже от земли а если попытаться забраться на дерево то у меня уже будет отдышка когда едва доберусь хотя бы до первой ветки это она в любом случае сломается под моим весом я мог сидеть на корточках или со скрещенными ногами в течение длительного периода времени а теперь если сделать это в течение нескольких секунд то появляется боль в коленях восхождение в дверных коробках и коридорах раньше я мог взбираться по стенам с небольшим количеством плевков на ногах и ладонях и мне даже удавалось сделать это в узком коридоре но сейчас я слишком высок чтобы сделать это где-то есть фотография на которой я изображен ребенком где я иду по очень узкой кирпичной стене высотой 2 или 3 метра у дома моих родителей чтобы попытаться спустить мяч с крыши гаража я помню что делал это и у меня был абсолютно нулевой страх будучи уверенным в том что если даже я упаду ничего страшного не произойдет а в настоящее время у меня возникают серьезные опасения даже когда я поднимаюсь на стремянку чтобы заменить лампочку боясь упасть с высоты одного метра я был двойственным я считаю что на самом деле я был левшой и меня пытались переучить я мог писать и забивать гвозди или бить левой рукой и также все это мог делать и правый со временем я потерял большинство способностей которые мне приходилось переключать используя руки для разных вещей и задач кататься на льду раньше я был довольно хорош в этом мог кататься весь день падать врезаться друг в друга и продолжать снова а попробовав это несколько лет назад я очень боялся что упаду на задницу или сломаю себе что-нибудь я мог спать всю ночь в любом искаженном положении вставать с постели на следующее утро не задумываясь теперь если ночью я слегка наклоняю голову или сплю в неудобной позе у меня все болит утром и я едва могу встать с постели будучи в состоянии разбитого корыта рассказывать анекдоты я был действительно хорош в этом и знал сотни из них теперь когда кто-то просит меня рассказать какие-нибудь анекдоты я изо всех сил пытаюсь вспомнить хотя бы один крутить часами обруч раньше это легко удавалось я могла крутить его и на шее и на талии вокруг ноги или руки теперь если я пытаюсь это сделать я становлюсь похоже на пингвина у которого случился приступ благодарю за просмотр ребят а что у тебя с легкостью получалось в детстве но со временем этот навык пропал напиши в комментариях я обязательно все буду читать и с удовольствием пообщаюсь с каждым ставь лайк под видео подписывайся на канал и если есть возможность поделись роликом у себя в соцсетях всем пока ребят а